Инженеры, бухгалтеры, педагоги и фельдшеры – это далеко не полный список вакансий, предложенных сыскателям на специализированные ярмарки труда для людей с ограниченными возможностями. Резервирование рабочих мест осуществляется по тем профессиям, которые дают возможность людям с инвалидностью быть конкурентоспособными на рынке труда и позволяющим комфортно адаптировать их в социальную среду. В среднем каждый пятый сыскатель находит здесь постоянную работу. Цель ярмарки – непосредственный контакт работодателей, у которых сегодня есть вакантные рабочие места, специально зарезервированные для таких категорий граждан. Ну и, соответственно, инвалидам побеседовать с работодателем, понять, что это за работа, записаться на собеседование, возможно, дополнительное, и найти себе работу. По квотам, установленным законом, организации штатной численностью до 100 человек обязаны иметь 3% рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. В предприятии с большим штатом работников – 4%. Закон не обязывает трудоустраивать инвалидов организациям численностью до 35 человек. Однако, если подобные инициативы есть, существует специальная программа в поддержке таких начинаний. Индивидуальный предприниматель, у которого численность 10 человек, он готов создать дополнительное рабочее место и взять на работу инвалида. То эта программа предусмотрена оказанием финансовой помощи на создание такого рабочего места. То есть мы направляем инвалида, под его программу индивидуальной реабилитации этот работодатель покупает оборудование необходимое для работы инвалида, трудоустраивает инвалида, нам это предъявляют документы, мы это все обследуем, если все соответствует, то мы через Центр занятости возмещаем расходы работодателя на создание этого рабочего места. В этом году Департамент труда и социальной защиты населения правительства Севастополя поставил задачу создать 1216 рабочих мест для инвалидов. Большая часть из них уже укомплектована. Там успешно работают севастопольцы. Александр Пронин, Анатолий Паньков, Севинформбюро.